На прошлой неделе интернет-газета «Говорит Магадан» озвучила позицию представителей сегмента небольших грузоперевозчиков относительно ограниченного отпуска дизельного топлива на заправках областного центра. Мы разобрались в ситуации и выяснили реальное положение. Начнем с аргументов небольших автотранспортных компаний. Ну, чтобы нам доставить продукты питания в Сусуман, там, в Ягодное, ну, в общем, ну, до местного назначения, нам надо 4-5 дней, чтобы заправиться. Потому что в одну точку, туда-обратно, чтобы сесть, нужно 400-500 литров. Вот. Также от этого страдают садики, школы, потому что социальную продукцию тоже возимы. Критика прозвучала и от водителей спецтехники. Ну, в частности, проблема по спецтехнике, она накладывается на что? Ну, в зимний период много машин на трассе терпят ДТП, сходят с трасс, там, с погодными условиями, там, ну, либо, там, каким-то другим причинам. И часто требуется эвакуация, то есть тяжелая техника в виде, там, кранов, погрузчиков. Вот. Это все делается должно мобильно, оперативно. Мы этого не можем сейчас сделать, потому что у нас, ну, у нас какой-то лимит по топливу. То есть мы, в принципе, человеку, терпящему бедствию, должны сказать, потерпи, там, 3-4-5 дней, мы насобираем нужное количество топлива, как бы мы к тебе приедем. Но нужно отметить, что такая позиция далеко не у всех игроков рынка автотранспортных перевозок. Ну, проблемы на Колыме у нас в транспортной отрасли, наверное, как и в любой, встречаются всегда, повсеместно. Мы закупаем на данный момент топливо в Магаданнефта по оптовой цене оптом. Магаданнефта своими силами доставляет это топливо сюда на заправку. И здесь уже наша техника заправляется по заборной ведомости столько, сколько необходимо, без каких-либо ограничений. Также стабильно работает и одно из крупнейших автотранспортных предприятий Колымы – Black Auro, располагающее автопарком свыше 50 единиц. Наша техника, мы не ощутили, да, ограничения какие-то по дизельному топливу. Мы как работали, так и работаем в штатном режиме. Конечно, это все просчитывается, считается, для этого и ведется система учета, ремонтов, ТО, ТР, техники. Рассчитываются запасы топлива, необходимые нам для бесперебойной работы, запасные части. Все, что можно просчитать, мы просчитываем и минимизируем наши риски. Можно ли сказать в завершении, что ваше предприятие, в принципе, уверенно смотрит? Да, на данный момент мы не ощущаем никаких проблем с топливом и запасными частями и готовы работать в дальнейшем. Кроме того, вся муниципальная спецтехника, например, комбината зеленого хозяйства, заправляется дизельным топливом по квартальным контрактам. И, по словам директора КЗХ Алексея Гаврилова, никаких проблем и ограничений в заправке топливом городская спецтехника не имеет. Чтобы разобраться в том, что же происходит с дизельным топливом на магаданских АЗС, мы обратились в управление антимонопольной службы по Магаданской области. Вопрос был в том, что правомерно ли цена топлива меняется в зависимости от количества заправляемых литров. Хотелось бы начать сначала. На территории Магаданской области введено ценовое регулирование на нефтепродукты. В 2008 году еще департаментом цен и тарифов установлены предельные торговые надбавки. И на дизельное топливо на бензине в оптовом звене она составляет 16%. Для розничной сети, например, для города Магадана составляет 15%. В настоящий день основным поставщиком нефтепродуктов в регион Околома нефтепродуктов реализуются две партии дизельного топлива. Одна партия реализуется на АЗС. И при анализе этой партии было установлено нашим управлением, что торговая надбавка, применяемая в оптовом сегменте на это дизельное топливо, составляет 5,02% при установленных 16%. А на розничной сети АЗС Тосмар, Магадан, Нефта, которая входит в одну группу лиц Околома нефтепродуктов, эта надбавка составляет 1,12%, то есть общая надбавка 6% с небольшим процентом. И цена, соответственно, этого топлива складывается в размере 71 рубля за литр, который мы наблюдаем на автозаправочных станциях. Другая партия топлива реализуется для оптовых потребителей, и в том числе для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Там уже торговая надбавка применяется выше, но она соответствует той торговой надбавке, которая установлена Департаментом цены и тарифов. Таким образом, цена приобретаемого топлива зависит не от количества литров, а от цели его приобретения. То есть, либо это для собственных нужд, либо для осуществления предпринимательской деятельности, или иной законной деятельности. Что будет с ценой на солярку в обозримом будущем, и может ли возникнуть ее дефицит, с этими вопросами мы обратились к руководителю Магаданнефта Олегу Коваленко. В настоящее время, то, что у нас имеется цена на дизельное топливо, мы стараемся сохранить эту цену до конца сезона. Поэтому будем стараться, чтобы ничем не ущемить наших магаданцев. Топливо также сейчас в полном объеме, так что... Запасов достаточно? Запасов достаточно, да. Недавно Центр управления регионом опубликовал в своем телеграм-канале видео, подтверждающее свободную заправку соляркой в любом количестве на АЗС Сусумани. Наливо, 350 литров можно? 350? Да. Сколько это? 350, это 29400. То есть можно заправиться, да? Деньги оставляйте, заправьте. Все хорошо, спасибо. Как пояснил руководитель Магаданнефта, совершенно необязательно заправлять автомобиль даже для поездки в Сусуман и далее именно в Магадане. Тем более нет необходимости запасаться топливом в областном центре на обратную дорогу. АЗС на Атке, Аратукане, Ягодном и Сусумане работают исправно и никаких ограничений по заправке там нет. Олег Дудник, Илья Пачин, Игорь Радченко. Специально для Карибу. Ягодном и Сусуман, Игорь Радченко.